Ох, как я хочу учиться, постараюсь не лениться, и всегда к 7 часам просыпаться буду сам. В поселке Горячий Ключ двойной праздник, День знаний и долгожданное открытие новой школы. За партой сядут 149 учеников. Событие знаковое не только для одного населенного пункта, а для Ушаковского муниципального образования в целом. Поэтому на торжественной линейке жители близлежащих деревень. Так Никита каждый день будет ездить за знаниями с 19-го километра Галаушнинского тракта. Здесь все новое, все красивое. Детям очень понравилось. Нравится, я думаю, что они будут довольны. Будем получать одни пятерки. Да, что все новое, все хорошее будет им способствовать хорошим оценкам. Вот он, важный момент. По традиции, прежде чем ученики, их родители и педагоги переступят порог, перерезают красную ленту. В новых комфортных условиях открываются огромные возможности для реализации своих творческих идей, как у учителей, так и у первоклассников. Ощущения такие, что больше будет возможностей для творчества, развития, потому что классы оборудованы полностью все мебелью, техникой. Новую школу построили на месте старой. Ее снесли из-за аварийного состояния. На строительство потребовалось чуть больше года. Теперь это два учебных блока. Помещения начальной школы запроектированы с отдельным входом и обособлены от кабинетов старшеклассников. Сегодня Ушаковское муниципальное образование развивается достаточно высокими темпами. Это и свидетельствует сегодняшний, не совсем обычный, 1 сентября в поселке Горячий Ключ. Если появляются новые школы, значит муниципалитет развивается, муниципалитет живет. Также мы, конечно, огромное внимание, уделяем внимание всей социальной инфраструктуре наших населенных пунктов. Состав муниципалитета входит 13 населенных пунктов. И даже в самых малых территориях мы уделяем большое внимание строительству, ремонту, реконструкции именно социальных объектов. В распоряжении учеников кабинеты, оборудованные по всем стандартам. Спортзал с раздевалками и душевыми, мастерские, медицинский кабинет, столовая и актовый зал на 95 мест. Но самое главное, здание соответствует всем требованиям безопасности и санитарным нормам. Евгений Любовников, Константин Синицын. Новости сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok